Знаете, Украина отказалась от своего суверенитета и самостоятельности как раз тогда, когда в Минский формат позвали представителей Германии, Франции, России и так далее. Мы вынесли ссоры за збы, свои внутренние проблемы переложили на плечи соседних государств, которые должны почему-то стать гарантами этой ситуации. И на сегодняшний день, если посол что-то говорит, то он озвучивает мнение официальной Германии. И можно к этому по-разному относиться и давать этому различную оценку, но это однозначно индикатив. Таким образом рассуждает мир, таким образом рассуждают стороны Минского процесса. Это однозначно можно прогнозировать давление на Украину по выполнению тех обязательств, которые она на себя взяла. Я, знаете, внешние отношения всегда очень корректно стараюсь комментировать, поскольку у нас огромные ошибки во внешней политике, да и во внутренней тоже, я имею в виду у власти. Поэтому здесь надо тщательно выбирать каждое слово, иначе Украина просто потеряет партнеров. Евгений, сегодня новина призначения нового главы национальной полиции Сергея Князева. Это кадровый офицер, генерал полиции с многолетним стажем. Как вы оцените эту статью? И вообще, как проводятся конкурсы? Чего ждать дальше в национальной полиции? Я с ним никогда не сталкивался, я лично не знаком, но я приветствую однозначно возвращение в систему профессиональных кадровых работников. Поскольку все проблемы в Украине как раз от того, что активисты и люди, которые почему-то решили, что они знают лучше, как эту систему реформировать и как она должна функционировать, по сути, развалили все государственные институты. Если возвращают профессионалов, это здорово. Если они смогут обеспечить нормальную работу полиции, это тоже правильно, поскольку от этого зависит безопасность наших граждан, от этого зависит вообще функционирование государства как института. Евгений, еще одно вопрос. Сегодня, снова таки, было заседание Верховной Рады, его достроково закрыв спикер Парубий, потому что не хватало народных объявленников. В частности, сейчас обговорюется возможность существования коалиции. Что скажете, насколько она продуктивна и что есть? Ну, мы год еще назад пытались получить информацию от спикера парламента по непосредственно составу коалиции. Мы помним, что раньше в коалицию входили только фракции, потом было решение суда о том, что могут входить персональные депутаты. Но это так или иначе противоречит духу законодательства. Мы должны понимать, кто есть провластная коалиция и кто несет ответственность за все беды, которые происходят в этой стране. На сегодня этот момент опять педалируется. Понятно, что дух в неочередных парламентских выборах, он просто витает в воздухе. И один из пунктов, по которому этих выборов можно добиться, это как раз несуществующая коалиция, ее развал. После этого дается месяц на формирование новой, и если таковая не будет сформирована, то парламент распускается. Существует она де юра? Вопрос, да, мы ждем ответа от спикера. Де факто мы понимаем, что какие-то законы принимаются, какие-то нет. То есть это всегда компромисс между главами фракций, между их спонсорами, я имею в виду теми финансово-промышленными группами, которые стоят за представителями парламента. Это как бы не печально об этом было говорить. И время от времени, в зависимости от того, какой вопрос имеет характер, политический или лоббистский, эти законы все-таки принимаются. Но глобально мы видим, что жить в Украине лучше не становится. Поскольку мы парламентско-президентская республика, то несмотря на то, что президент пытается узурпировать многие вертикали власти, все-таки мы парламентско-президентская. И парламент это высший государственный орган, который в принципе и отвечает. Он формирует правительство, проводит определенную политику и отвечает за ту ситуацию и то положение дел, которое в Украине. Но я думаю, каждый украинец скажет, что его настоящая жизнь никоим образом не устраивает. Значит, наверное, это правильный путь и нужно бороться за то, чтобы в парламент пришли действительно профессиональные люди, которые смогут представлять интересы территорий и партии, которые будут ответственны и выполнять взятые на себя обязательства. Для этого, наверное, нужно ставить вопрос, в том числе и по живой ли коалиции или нет. Евгений, еще одно вопрос. Вот сейчас говорится о ЗМИ, возможно, изменении руководства одной из самых больших фракций блоков Петра Порошенко. Вважается, что, возможно, Игорь Гринев пойдет с этой посадой и на эту посаду, возможно, придет Ирина Герашенко. Чи слышали вы про это что-то и как это может отобразиться, в частности, на структуре коалиции, возможно, ее переформатирование? Что скажете? Мне кажется, не важно, кто будет менеджером, давайте по-другому это не скажем, или политической фигурой, которая будет озвучивать ту волю, которую будет принимать хозяин партии. Мы знаем, что хозяин партии на сегодняшний день это Петр Алексеевич Порошенко. Естественно, все глобальные решения, вся стратегия исходит от него, а депутаты просто проводят это в жизни. Поэтому, кто будет спикером, кто будет озвучивать мнение фракции на трибуне, не важно, тут зависит исключительно от каких-то речевых способностей. Политику это ни в коем мире не изменит. Евгений, еще одна тема резонансная сьогодні обговорювали народные депутаты в парламенте, это убийство боевика Михаила Толстых Гиви. Что вы про это скажете? Яка у вас версия того, что случилось, и чего можно ожидать каких-то там изменений, возможно, даже на ситуации на сходе после этого? Я не следствие, поэтому догадки какие-то высказывать не хочу. Я могу сказать, что тут несколько есть вариантов. Первое, это внутренние разборки и зачистки накануне принятия минских соглашений и возможных проведения выборов в Донбассе. И второй момент, это может быть действительно работа украинских спецслужб. Надо понимать, что и в первом, и во втором случае может быть какая-то симметричная реакция, которая может привести к каким-то негативным подобным событиям на территории Украины. Я очень надеюсь, что служба нашей безопасности не позволит, чтобы подобные события, в частности теракты, происходили где-то на территории Украины. Я надеюсь, что здесь будет проведена качественно эффективная работа. Но я предполагаю, что это может быть основанием со стороны так называемой ХЛНР и ДНР для эскалации конфликта и для проведения подобных операций на территории мирной Украины. Я зрозумяю. Дякую вам за ответ. Евгений Мураев, народный директор Украины. Те, кто хотят дестабилизировать ситуацию внутри Украины вот сейчас и те, кто активно выступают за проведение, заведение военного положения на территории Украины, могут тоже использовать в своих целях против своего же населения. Я имею в виду партию войны, ее идеологов и ее представителей не только в парламенте. Спасибо. Спасибо. Спасибо.